А теперь мы начинаем уже, собственно, разговор об элитах. И первое, с чего я хотел бы начать, это с самого понятия элиты. В политической науке есть достаточно четкое и понятное определение, что политическими элитами мы считаем тех людей, которые участвуют в принятии и реализации важных для страны решений. То есть это чисто функциональное определение. В отношении России все время журналисты ведут спор о том, что вот этих людей нельзя называть элитами, потому что это бог знает что. Но на самом деле есть еще одна и очень важная деталь, которая позволяет говорить о том, что в России мы имеем сегодня, в отличие даже от 10-20 летней давности, не совсем элиты, а мы имеем такую реинкарнацию сталинской номенклатурной системы. Я не буду входить в детали, но просто в двух словах объясню, чем элита отличается от номенклатуры. Номенклатурной системы, а Путин после 2014 года смог построить достаточно устойчивый такой вариант нео-номенклатурной системы, который не совсем повторяет то, что было в 30-е, 40-е, 50-е годы и дальше выстроено Сталиным, дополняет что-то, а что-то просто новое привнесено. Значит, первое это личность и должность. Что важнее? Личность и должность. Если мы говорим об элите, то человек, скажем, вот я сейчас сижу в Великобритании, сегодня он министр, а завтра он просто депутат парламента и по большому счету его влиятельность от этого не так сильно зависит. В России это выглядит все совсем иначе. Человек, который переходит с одной высокой должности, например, главы администрации президента, в одночасье на другую должность советника президента, как это было с Сергеем Борисовичем Ивановым. Он в одночасье теряет свою позицию в элите и в России делают такие ежемесячные рейтинги 100 наиболее влиятельных политиков. Вот Иванов после того, как его переместили с одного поста на другой, быстро со второй позиции перешел на 56-ю позицию. Вторая важная черта связана с собственностью. В номенклатурной системе не может быть частной собственности. Все, что есть, принадлежит системе и это очень важная вещь. В России, как вы знаете, есть олигархи и частные, и государственные и считается, что частный олигарх, он частный собственник. На самом деле это совсем не так. И в России права частной собственности, они никем, никому особо не гарантированы. И мы видели, собственно, в том случае, который я уже привел, в случае Евтушенкова, когда его посадили в тюрьму, у него отобрали актив очень крупный, башнефть, который он когда-то приобрел. И он должен был сказать спасибо, что его из тюрьмы выпустили. На самом деле это не частный случай, а это пример работы того механизма, который сейчас, и вы увидите это в скором будущем, начнет работать. То есть не случайно крупнейшие российские олигархи объявляют, что если страна скажет, если Путин скажет, они готовы свои активы передать стране. И наследовать они эти активы не будут. Есть вариант компромиссный. Это вариант, по которому, скажем, Роман Абрамович передал какие-то активы, получил какие-то деньги. Трудно сказать, какие конкретно. Объявлялось, что это 13 миллиардов долларов. Это были колоссальные тогда деньги. Но сколько он конкретно получил, сказать трудно. И точно так же ТНК-БП и группа Фридмана, Хана, они тоже ушли и сейчас, собственно, сидят в Лондоне, получив гигантские деньги за ту долю компании, которая в конечном счете оказалась у Роснефти. Вот это два случая. А российские олигархи сегодня достигают возраста, когда они должны будут уходить из бизнеса. И понятно, что их бизнес в общем случае не перейдет их наследникам. Вернее, наследников будут определять не они лично, а будет определять Кремль. И наследников, и условия этого самого наследования. Следующая важная черта – это законы и понятия. Есть в тех странах, где развита элита, например, в той, где я сижу или где вы в большинстве своем находитесь, есть представление о том, что в отношении представителей элиты требования, в том числе и моральные, не обязательно криминальные, они более жесткие, чем в отношении рядовых граждан. Если ты претендуешь на то, что ты министр обороны Германии, то ты не можешь заниматься плагиатом. И если возникает скандал, связанный с тем, что ты не сам написал свою диссертацию, то министр уходит. С Путиным, вы знаете, тоже был такой скандал. То есть оказалось, что та диссертация, которую он защитил в 1993 году, списана частично из книги, которая переводная, американская книга, которая была напечатана в России. И это особого скандала не вызвала, потому что в России, в общем, считается в порядке вещей, что все высокие чиновники защищают диссертации, которые не они писали и которые, как правило, не оригинальны. Есть даже такое движение Диссернет, которое анализирует степень плагиата в диссертациях всех чиновников. И сам по себе факт того, что человек списал диссертацию, часто, кстати, с работы своего руководителя. То есть это не то, что он украл, это он заплатил и купил степень доктора наук, и это считается в порядке вещей. Так вот, это очень важная вещь, что применительно к так называемой элите, то есть к номенклатуре требования закона, в том числе и уголовного закона, часто оказываются гораздо менее жесткими, а иногда просто не соблюдаются, чем в отношении рядовых граждан. И вот вам хороший пример, который демонстрирует сам Кремль. В прошлый раз мы обсуждали случай Фургала. Да, действительно, вполне возможно, что он имел какое-то отношение к заказным убийствам, в чем сейчас его обвиняют. К сожалению, в 90-е годы это было характерно для большей части российского бизнеса. Но, тем не менее, он был депутатом Государственной Думы, он возглавлял комитет в Государственной Думе, да? То есть он был человеком на виду, и это абсолютно не смущало тогда Кремль. Это не то, что вскрылось сегодня. Вот то, в чем его сегодня обвинили, оно было прекрасно известно 15 лет назад, когда, собственно, все это происходило, и когда Фургал начинал свою политическую карьеру. И это вот очень важный момент, что сам факт того, что применительно в отношении и преступлений, и каких-то нарушений закона, которые совершают представители элиты, власть закрывает глаза, позволяет эту элиту, так называемую, держать на крючке. То есть если о вас известно, что вы там, будучи в бизнесе, что-то украли, не дай бог кого-то убили, или что-то еще, то это, собственно, позволяет на вас надавливать и требовать от вас лояльности тогда, когда вы, может быть, хотели бы поступить иначе. Вот это немножко такая мафиозная система замазанности, которая помогает вам делать карьеру. Если вы слишком чисты, если вас не за что захватить, то вы не гарантированно управляемы. Следующая важная черта, связанная с номенклатурной системой, это полная зависимость от вышестоящих. Это почти такая система, как в Красной Армии, в Американской это немножко иначе, но в любой армии подчиненный должен выполнять приказ, а потом он может возразить, если ему кажется, что приказ неправильный. В номенклатурной системе эта зависимость тотальная, и она достигается простыми способами. Ну, например, доходы человека, который работает в администрации президента или на каком-то высоком посту в правительстве, они в очень малой степени определяются его номинальной зарплатой. Дальше у него есть огромное количество всяких доплат, которые вдвое, втрое, вдесятеро увеличивают ту сумму, которую он получает. Дальше он может получать участок дорогой земли за сотую часть цены. Он может получать квартиру бесплатно или платя за нее в сто раз меньше, чем обычный гражданин. Он может, если он на высоком посту, таким образом купить, вернее, получить от государства квартиры для своих детей и так далее. И вот вся эта добавочная часть дохода, она зависит от вашего начальника, если вы работаете в номенклатурной системе. Если вы вдруг перестанете выполнять правила, выполнять те приказания, которые вы получаете, то вы станете жить на одну вашу зарплату, которая там в 20 раз меньше вашего обычного дохода, а то и заберут у вас то, что вы по правилам, по понятиям получили, но по закону у вас это вполне можно забрать. Вот это очень важная вещь для понимания того, как устроена система вот этой самой тотальной зависимости тех людей, которые занимают, казалось бы, очень высокие посты, и почему в системе, в общем, соблюдается достаточно жесткая дисциплина. То есть система, она полузакрыта, в нее не так просто войти, из нее почти невозможно выйти. То есть человек, которого ставят на разные посты, может оказываться неэффективным, но все равно он будет, если он лоялен, он будет продолжать оставаться вот таким номенклатурным представителем. А если человек хочет бунтовать, да, тогда система обрушивает на такого ослушника вообще все возможные кары. Мы можем об этом поговорить позже, если будет время. Следующий сюжет. Мы с вами определили, что элиты по большому счету нет. Элиты, как такой атомизированный, состоящий из людей, имеющих собственную высокую значимость, и тех людей, которые в состоянии себя вести по-разному, исходя из собственных представлений, а не выполнять приказы сверху. Тем не менее, сама конструкция, она достаточно сложная, и она, к тому же, эволюционировала в течение тех 20 лет, которые Путин находится у власти. И эволюционировала она в двух измерениях. Ну, во-первых, менялась система. И для простоты я предложу вам вариант трех таких фаз развития системы. Это была квазифедерация регионов, когда Путин пришел к власти. И когда региональные начальники, губернаторы играли очень и очень важную, значимую роль на уровне всей страны, а не просто в своем регионе. Путин это демонтировал, но он демонтировал это не в централизованное поначалу государство, а в такую квазифедерацию корпораций. То есть, что значит квазифедерация? Это значит, что для отдельных частей они выглядят как государство в государстве. Вот возьмем, например, такую корпорацию, как Российские железные дороги. Это самая крупная в мире корпорация, с которой так или иначе связано больше миллиона занятых. И это корпорация, которая, а, охватывает всю страну, б, обеспечивает связь между бизнесом и регионами всеми, губернаторами. Ну, там не всеми. Железные дороги в России есть в 66 регионах. Это кровеносная система. Она имеет свои вооруженные силы. 30 тысяч человек – это армия, которая находится внутри РЖД. Она имеет свою отдельную систему здравоохранения, свою систему торговли. То есть, это княжество. И вот с приходом Путина княжествами перестают быть регионы, и княжествами становятся вот эти самые корпорации. Самые разные. И государственные, и негосударственные, и силовые тоже. То есть ФСБ – это особый пример. Это не одно княжество, а множество княжеств. Но любая другая структура – мощная, силовая, экономическая, будь то госкомпания или частная компания. Вот сейчас, например, скандал с Росникелем в связи с колоссальным загрязнением. И я в прошлый раз вам сказал, что я имел отношение к разработке генерального плана Норильска. Так вот, когда мы работали над этим генеральным планом, я, как человек, можно сказать, нанятой компанией, и приходя в государственное учреждение, не мог получить ту статистику по загрязнению среды, которую обязаны они предоставлять без специального личного разрешения руководителя компании. Вот так это работает, и это так работало раньше на уровне регионов, а потом стало работать на уровне корпорации, когда в корпорации есть все – и силовые структуры, и банки, и прикормленные депутаты и так далее. Ну и, наконец, последние 4-5 лет мы наблюдаем такую централизацию 2, то есть переход, демонтаж уже и квазисамостоятельности вот этих корпораций. Вот об этом мы поговорим более подробно, это очень интересная и очень важная в динамике системы и, соответственно, в модели устройства Элиты. Теперь, если говорить о конкретных моделях устройства Элиты, то я упомяну 5 моделей в хронологическом порядке и скажу единственное сразу, что эти 5 моделей вы можете найти какие-то черты в любой момент времени, в том числе и сегодня. Это не значит, что раньше работала исключительно одна, а сегодня работает самое свежее, самое последнее. Это просто означает, что по мере развития системы она отчасти усложняется, отчасти видоизменяется. И та модель, которая хорошо описывала систему некоторое время назад, она уже без уточнений, без применения других моделей не очень работоспособна. Первая такая модель хронологически это модель башни Кремля, с которой в свое время выступил эксперт Владимир Прибыловский, у которого был громадный архив, он, к сожалению, у него был громадный архив, описывающий все бизнес-корпоративные связи в ранние 90-е годы в Питере, откуда пришла значительная часть российской элиты. И он смотрел, кто с кем создавал, какой кооператив, с кем вместе работал и так далее. И его идея, и отчасти справедливая, по крайней мере тогда, она заключалась в том, что те люди, которые сформировали устойчивый бизнес, а надо понимать, это не просто абстрактный бизнес, это полукриминальный бизнес в жесткое время начала 90-х годов, они связаны друг с другом, это какие-то такие банды и баночки, которые и дальше, уже занимая более высокие политические посты, сохраняют вот эти свои связки. Он выделял, например, башни такие у него были, питерские юристы. У нас главный питерский юрист это Дмитрий Анатольевич Медведев, у нас есть Дмитрий Казак, питерские юристы, целый ряд других людей на разных постах. Были питерские чекисты, причем питерских чекистов это были целые две башни, потому что они конкурировали друг с другом, очень жестко конкурировали друг с другом. На самом деле их сегодня намного больше, но тем не менее. Были там питерские, либералы. Вот вся эта либеральная часть российской элиты, отчасти сохраняющая свое положение сегодня, она во многом из Питера. Это Греф, это Чубайс, это Кудрин и многие другие люди, которые были связаны. Они не создавали тогда кооперативов, тем не менее. Были кружки, и они друг друга хорошо знали с начала 90-х годов. Эта модель сегодня, мне кажется, не очень релевантна, но тем не менее, какие-то ее фрагменты вы можете обнаружить, изучая российские линии. Следующая модель, я ее называю «Солнечная система», и ее автором можно назвать Евгения Гантмахера. Она интересна тем, что эта модель уже более централистская. Она рассматривает структуру элит как солнечную систему, где в центре наше Солнце, Вадим Владимирович Путин, а дальше есть орбиты. Интересная особенность этой модели и отличие ее от первой, которую я вам описал, заключается в том, что, по мнению Гантмахера, роль человека в этой системе определяется расстоянием до Солнца, а дальше люди двигаются по орбитам, и в какой-то момент они могут оказаться рядом. И вот в этот момент нам кажется, что это некая элитная структура. Но в следующий момент они двигаются в разные стороны, и их разносят. То есть в этом проекте они вместе, а в следующем они враги. И он из трех ближних орбит вычленил следующее. Первое, ближайшее к Солнцу орбита, это партнеры. Это те люди, которые могут предложить Путину проект политический, бизнес-проект любой. потом мы будем говорить о другой модели. Минченко это вот то, что Минченко называет путинским политбюро в основном. То есть это люди калибра Ковальчуков, Ротенберга, Собянина, Сечина. На второй орбите находятся младшие партнеры, которых Путин давно знает, которым он верит, которым доверяет, но которые сами не могут предложить ему проект, он может только их спросить. Если он их спросит, они ему скажут, если нет, они будут молчать. И Дмитрий Анатольевич Медведев, он как раз из младших партнеров. И наконец третью орбиту составляют так называемые верные слуги. Это люди, которым тоже абсолютно доверяют, но о них думать не будут, если будут реализовываться какие-то крупные проекты. Вот Дмитрий Казак это очень хороший пример такого верного слуги. Времени не очень много, поэтому я не буду подробно об этом говорить. Если что-то заинтересует, мы с вами это все дополнительно обсудим. Следующая модель, которую я уже упомянул, это модель Политбюро Евгения Минченко. И Минченко использует такую простую, удобную и продаваемую, но не совсем четкую схему Политбюро. Политбюро это был такой ариопак вождей в коммунистические времена, которые собирались и которые являлись коллективным руководством. Вот в России такого нет. Во-первых, эти высшие представители элиты никогда не собираются вместе, никогда не собираются помимо Путина и во-вторых, они в отличие от советского времени не возглавляют крупные сектора экономики или жизнедеятельности общества. В советское время в это Политбюро входили министры обороны, премьер-министры и так далее. Сегодня это не совсем так, хотя иногда политологи употребляют слово Политбюро в отношении Совета Безопасности, который состоит из достаточно заметных, но не обязательно влиятельных чиновников. В частности, туда входят два спикера двух палат российского парламента. Это люди заметные и занимающие высокий пост в табеле орангах, но совсем не обязательно влиять. И вот здесь хорошо перейти к следующей схеме, которая называется Россия как корпорация. Russia Incorporated. И смысл этой схемы в том, что в составе верхнего звена элиты есть как акционеры, так и менеджеры. В частности, братья Ковальчуки, но даже не братья Ковальчуки, а Юрий Ковальчук, который возглавляет Банк России, он не является крупным государственным чиновником вообще, но он является одним из самых статусных представителей путинской элиты или Ротенберг. Он очень влиятельен, но он просто частный бизнесмен. То есть это акционеры и здесь очень важно, что Путин в этой модели выступает и как председатель совета директоров и как CEO. То есть он одновременно и генеральный директор, и председатель совета директоров. Он руководит и аппаратом, где находятся люди, от решения которых много зависит, но они не являются акционерами. И Путин одновременно возглавляет вот этот ориопарк акционеров. И наконец еще одна модель, она называется Царский двор. С этой моделью в свое время выступил Константин Гааза. Она достаточно интересна и содержательна. Смысл этой модели заключается в том, что близость к Путину сама по себе является колоссальным ресурсом. И если у одного представителя элиты есть колоссальные активы, огромная собственность, компания, административный ресурс и так далее, а у другого есть просто возможность ежедневно или хотя бы еженедельно видеться с Путиным и, соответственно, через него какие-то вопросы решать, то совсем не обязательно первый является более влиятельным. То есть первое это бояре, каждый из которых возглавляет какой-то реальный серьезный кусок страны, а второе это вот придворные, это те люди, которые находятся рядом с Путиным и в условиях персоналистской системы могут оказывать очень серьезное влияние на принимаемые решения. Ну, как вы понимаете, и система корпорации, и система царского двора, она не предполагает абсолютного разделения, скажем, акционеров и менеджеров или бояр и челяди. Челядь и менеджеры, как правило, это фигуры, которые так или иначе связаны, выдвигаются боярами, да, то есть акционеры реально, скажем, как в правительстве России министры, как правило, представляют собой назначенцев каких-то крупнейших представителей путинской элиты, путинского политбюро, да, они играют более техническую роль менеджеров и в этом смысле выполняют те пожелания или даже приказы, которые они получают от акционера или в данном случае если царский двор от боярины, но тем не менее как бы это очень две взаимосвязанные сферы, не говоря уже о том, что из одной вы можете перейти в другую, но особенность модели газа заключается в том, что требования, которые вам предъявляются в случае, если вы близкий в челяди или если вы боярин, они разные. Вот, например, фигура Игоря Ивановича Сечина. Он долгое время был просто придворным, он был при Путине, он обеспечивал его календарь встреч, он каждый день, когда Путин приезжал на работу, его встречал и по дороге в кабинет имел возможность ему что-то такое рассказать, и потом, когда Путин в 2008 году ушел с поста президента, посадив на этот пост Медведева, Сечин стал вице-премьером. Да, и вот здесь как раз произошел переход от позиции придворного на позицию более самостоятельного, в чем-то более влиятельного, но в чем-то не имеющего прежних возможностей человека. И мы можем поговорить об этой фигуре позже, но смысл главный заключается в том, что от акционеров и от менеджеров Путина, в данном случае в персоналистском режиме, он царь, и он определяет очень многое, требует разных вещей. от ближних ординарцев и менеджеров, он требует послушности, эффективности в обеспечении его работы, полной лояльности и отсутствия публичных скандалов, конфликтов и интересов иных, кроме как интересов царя, а в отношении бояра интересы могут быть корпоративны и в принципе другими, нежели интересы Путина и системы в целом. Следующий наш путь это воспроизводство. Я сказал о том, что после 2014 года, и мне кажется, это очень важная веха, когда система политическая в России очень сильно изменилась, и я покажу позже немножко, в чем еще она изменилась, неономенклатурная система оказалась практически достроена. То есть она вполне как бы функциональна. Единственное, чего в ней нет, а что было раньше, это блока воспроизводства. То есть в советское время это работало автоматически был комсомол, была коммунистическая партия, которая определяла ступенька за ступенькой отбор, рост, тренинг людей, и к высшим постам они приходили подготовленные, и система в общем несколько десятилетий работала достаточно эффективно. Сколько ни пытались, чтобы это было, нужно, чтобы у вас был длинный горизонт планирования. В России, к сожалению, горизонт планирования не длинный, поэтому власть не вкладывается и политически, и финансово в то, что даст результаты через 10-15-20 лет. В этом смысле Россия не Китай, поэтому система образования в России достаточно быстро деградирует, потому что никому особо нет дела до того, что будет через 15-20 лет, а именно такого рода длину имеют все серьезные проекты в этой сфере, так же, как и в сфере воспроизводства элиты. Тем не менее, еще несколько лет назад политологи ждали очень серьезных потрясений в путинской элите, связанных с тем, что она стареет вместе с Путиным, и, как они считали, в какой-то момент произойдет залповая замена большого числа людей, что неизбежно скажется на стабильности системы. Вот такого рода замены Путин стал проводить сам, начиная даже немножко раньше, чем с 2014 года, и это происходило как замена верхушек целого ряда корпораций, причем замена радикальная, замена не первого лица вторым или третьим, а замена полная, когда все руководство корпорации по-разному, иногда жесткая, с посадками, иногда менее жесткая, но уходило, и им на смену приходили новые люди, но важно даже не то, что приходили новые люди, а важно то, что с этого момента происходит разделение тех ресурсов, которые в своих руках сосредотачивает тот или иной представитель элиты, да, то есть это ресурсы политические, финансовые, административные, силовые, да, и если раньше в эпоху квазифедерации корпораций руководители таких крупных корпораций, как, например, РЖД, о которой я говорил, обладали всеми этими ресурсами и могли действительно играть роль таких, иметь свой собственный двор, да, это были герцоги при короле, при царе, сейчас этого нет и началось это в 2007 еще году, когда, например, Патрушев, очень влиятельный тогда руководитель ФСБ, стал секретарем Совета Безопасности, статус на это очень высокая позиция, но секретарь Совета Безопасности не имеет ни силового, ни административного ресурса, это скорее консультант, советник, а на смену Патрушеву пришел Бортников, который за те 12 лет, что он находится в главе ФСБ, не превратился в Патрушева, он не получил политический ресурс, он имеет огромный силовой ресурс, но гораздо более скромный политический и почти не имеет финансового ресурса, но это как бы один из самых ранних случаев. В случае РЖД на место Владимира Якунина, генерала КГБ в прошлом, очень влиятельного, очень богатого человека, у которого были и газеты, и журналы, и центры, которые могли его раскручивать как угодно и так далее, пришел чиновник, эффективный, но чиновник, который не повторяет карьерный путь и не может его повторить, карьерный путь Владимира Ивановича Ивановича Якунина. Вот этот процесс, он не закончен. Например, Сечин, о котором я тоже говорил, это сегодня такой генцик, то есть у него есть очень многое, хотя его силовой ресурс сегодня существенно сократился, у него огромный финансовый административный ресурс, и это скорее исключение, чем правильно, то есть начиная с 2014 года идет резкое обновление целого ряда корпораций, в том числе и силовых корпораций. В 16-м году половина силовых корпораций потеряли своих руководителей, причем в очень жестком ключе, а те, кто не потерял, они потеряют в ближайшее время, я думаю, в этом году и в следующем мы увидим продолжение крупных, причем жестких замен силовых структурах. Последний случай такого рода это назначение нового генерального прокурора в январе этого года, это не просто замена одного прокурора другим, это чистка, очень жесткая чистка руководства и генеральной прокуратуры, и прокуроров на местах, то есть та корпорация, которую очень долго, тщательно выстраивал Юрий Чайко, прошлый генеральный прокурор, который сидел на своем посту больше десяти лет, она сегодня целенаправленно демонтируется, и такое впечатление, что она повторяет судьбу предыдущих корпораций, о которых я уже говорил, то есть это не будет чья-то персональная корпорация, это будет инструмент более эффективный, но такой инструмент, где не будет важна личность в данном случае генерального прокурора. Мы приближаемся к концу, и логично, ну да, давайте все-таки два маленьких элемента я добавлю. Кому можно доверять в такой системе, где нет ни публичной политической конкуренции, ни выборов, ни возможности, как это работало в советской номенклатурной системе, проверять лояльность на целом ряде карьерных ступеней. Ну первое, да, а твои соратники стареют, Путин не молодой человек, и все те, кого он знал там 30-40 лет назад, и кому он доверяет, они тоже уже приближаются к рубежу в 70 лет. Значит, кому можно доверить детям, да, поэтому мы видим последние несколько лет целый ряд назначений детей представителей путинской элиты на достаточно высокие посты, да, я несколько из них, из этих детишек, это сорокалетние люди в основном, я их назову, этот список можно продолжать долго, да, но у нас есть министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, это сын секретаря Совета Безопасности Патрушева, есть его заместитель и глава Росрыболовства Илья Шестаков, это сын путинского тренера по дзюдо Шестакова, у нас есть Петр Фротков, который возглавляет Промсвязь Банк, это сын бывшего премьер-министра Михаила Фроткова, у нас есть Сергей Иванов младший, который возглавляет очень важную компанию Якутску Алроса, добывающую алмазы, это сын Сергея Иванова, старшего, бывшего главы администрации, а сегодня советника президента, у нас есть Андрей Воробьев, влиятельный глава Московской области, который является сыном друга министра обороны Шойгу, предыдущего губернатора Московской области, ну и так далее, у самого Шойгу зять сегодня заместитель генерального прокурора, значит, здесь понятно, что это воспроизводство очень суженное, то есть у многих представителей элиты нет детей, которые хоть как-то способны выполнять эту роль, у многих нет сыновей, как и у самого Путина, а девочки, женщины в российской политической системе, они есть, но в меньшей мере контролируют основные финансовые политические и прочие ресурсы, то есть вот эта ставка на детей, она, конечно, есть, но она абсолютно не может обеспечить нормальное воспроизводство политической элиты, и тогда придумываются разные способы, когда-то был такой президентский кадровый резерв, а сегодня есть такой конкурс лидеры России, когда, начиная с самого низкого уровня, проводится целая система сначала конкурсного отбора, а потом подготовки профессиональной тренингов людей, и из числа этих людей производятся назначения, но, опять-таки, эти люди, как правило, не случайные, они берутся не с улицы, а они представляют какие-то из крупных корпораций или сфер деятельности, так или иначе, курируемых какими-то представителями путинской линии, будь то Герман Греф со Сбербанком, будь то там, условно, Чубайс, или кто-то, или кто-то еще, но проблема остается, она заключается в том, что блока воспроизводства в системе нет, и в этом смысле она, в отличие от сталинской номенклатурной системы, скорее разовая, чем длительного пользования. Теперь два интересных особенно сюжета, один это политические репрессии, политические репрессии в отношении элит, не в отношении активистов или рядовых граждан, а в отношении элит, они в полной мере и в серьезном объеме начались тоже после 2014 года, и я слежу тщательно за политическими репрессиями в отношении региональной элиты, и мы с Львом Дмитриевичем Гудковым, которого вы знаете это не раз обсуждали, вот масштабы политических репрессий в отношении верхушки региональной элиты, да, то есть мы берем 10 старших представителей от каждого региона, да, это губернатор, его заместители, мэр столичного города, вот из этих 10, а в сумме их получается там условно 800-850 на всю страну, порядка 20-25 человек ежегодно оказываются под репрессиями, причем разного масштаба, но довольно жесткими, как вы видите в отношении Фургала, да, Фургал у нас седьмой губернатор, который начиная с 15-го года арестован на своем, можно сказать, рабочем месте, но кроме губернаторов есть огромное количество вице-губернаторов, и степень жесткости она нарастает, да, вот если количество людей, оно примерно стабильно за последние там 3-4 года, то вот жесткость сроков, да, это может быть 20 лет тюремный приговор, да, вот жесткость сроков, она увеличивается, почему можно говорить о политических репрессиях, потому что это не наказание по принципу кто более виновен, да, виновен объективно, больше всех украл, или виновен даже в нарушении правил внутренних правил систем, проявил нелояльность, не так себя повел в какой-то ситуации, нет, это люди жертвы, смысл которых скорее сигнал всему слою соответствующему элиту, да, сигнал всем губернаторам, арест фургала, это сигнал всем губернаторам, всем региональным элитам, как надо себя вести на предстоящих скоро выборах, другое дело, что здесь есть тоже какой-то отбор, да, что те люди, у которых есть высокие поправители из числа минченковских членов политбюро или из числа тех, кто является партнерами в модели Гантмахера, они не попадут в эту мясорубку, скорее всего, но, в принципе, эти политические репрессии, они очень функциональны, да, то есть это не издержки, и при Сталине это были не просто в отношении элиты, не просто издержки, а это был важный элемент вот этой самой номенклатурной системы. Что он делает, этот элемент, кроме того, что это сигнал определенным группам, и это устрашение, это механизм обновления и механизм поддержания эффективности, да, вот то, о чем я вам говорил, как о резкой смене руководства корпорации, как это можно сделать, как можно взять сильного уважаемого человека, убрать так, чтобы он перестал оказывать влияние на работу корпорации, очень просто, вы арестовываете его заместителя, его бизнес-партнера, вы получаете необходимые показания, а дальше вы предлагаете размин, либо ты уходишь и молчишь, и вот это очень важная вещь, что вот эти репрессии, они предполагают абсолютное молчание тех, кто попадает под каток, либо мы тебя тоже можем арестовать, если ты будешь несговорчив, вот в случае с Фургалом арестовали бизнес-партнера в прошлом году, получили, наверное, от него какие-то показания, а могли и не получить, дело не в этом, и, значит, следующий у нас Фургал, в отношении главы таможенной службы, там арестовали нескольких старших чиновников этой таможенной службы, разрушили связку с бизнесом, а самого главу, в общем, пощадили, и некоторое время он возглавлял крупный банк, сейчас, правда, ушел, то есть выход из системы на ее условиях, он может быть достаточно мирным, вам говорят, вот ты владел всей российской железной дорогой, больше ты, естественно, ей владеть не будешь, но то, что ты накопил своей безответной работой и служением государству, в каком-то объеме мы тебе оставляем, вот это ты можешь взять, и почему это так важно, потому что это активы, когда происходит смена поколений, вы должны давать эти активы новым голодным представителям элиты, а что будет, если старая элита с собой в нору, своим детям, своим внукам унесет вот это самое добро, которое, как система считает, принадлежит ей, все, на этом система будет полностью разрушена, и вот важно, что этим добром система считает все абсолютно, совсем не только то, что является официально государственной собственностью, но и то, что является официально частной собственностью, вот дело Юкоса, которое собственно было переломным, оно было таким водоразделом между первым путинским президентским сроком, достаточно успешным в смысле экономических реформ и реформ вообще, в том числе и вот в том маятнике центра региона до 2003 года можно говорить, что это все было достаточно эффективно, когда региональные бароны теряли свою самостоятельность беспредельную и подчинялись каким-то образом центру, а дальше все стало меняться. Так вот, дело Юкоса было как раз примером того, как система относится к тому, что Ходорковский как частный собственник считал своей собственностью. Система считает, мы тебе дали часть в управление, если ты лоялен и если ты можешь договариваться, как позднее договорился Фридман, то ты на каких-то условиях выйдешь из этого, получишь много денег и дальше живи на эти деньги, но это деньги, а не актив. А если ты не хочешь или не можешь договариваться, то мы сделаем с тобой то, что делали с Ходорковским и делали целым рядом менее крупных и серьезных представителей элиты. Ну и самый последний мой сюжет, это связка небольшая с тем, о чем мы говорили в прошлый раз, это региональные элиты и их конфигурация. И здесь есть несколько важных вещей, я в самых общих чертах их просто назову. Есть собственно региональная часть, а есть федеральная региональная часть, то есть это десятки назначенцев, включая всех силарьков, которые сегодня приезжают в регион откуда-то со стороны. И здесь важно, что взаимоотношения между этими двумя частями региональной элиты, они менялись на протяжении тех 20 лет, которые мы рассматриваем. И если вначале это было симбиоз, то есть когда Путин пришел к власти, все начальники, региональные начальники силовых структур, прокурор, судья, руководители МВД и так далее, они все были частью региональной элиты, они работали внутри, они делали карьеру внутри, и в этом смысле центр не мог их заставить действовать против того же губернатора. Потом это постепенно менялось, их начинали назначать, это механизм ротации, который существовал в сталинской номенклатурной системе. Механизм ротации имеет очень простую логику. Скажем, первого секретаря коммунистической партии региона надо было менять раз в 4-5 лет, чтобы он не оброс связями в регионе, которые мешают ему выполнять роль приказания центра и быть посланником центра, и превращают его уже в представителя региона. Поэтому все время происходило перемешивание в 90-е годы, даже в 80-е в советское время это перестало быть такой тотальной практикой, а постепенно в нулевые годы восстанавливалось. Сегодня, если вы посмотрите биографии всех региональных силовиков, никто из них практически не делал карьеру внутри региона. Например, в Хабаровском крае я смотрел это специально, там только руководитель Росгвардии, которая, собственно, создана была недавно как структура, он местный, он местный полицейский, который делал всю карьеру там. Прокурор приехал из Сахалина, где он сажал предыдущего губернатора, ну, начальник ФСБ, он всегда был экстерриториальным и здесь ротация сохранялась и так далее. Вот сегодня наступил этап, когда сначала от мирного существования, сначала от симбиоза, потом от мирного сосуществования мы перешли к конфликту между этими двумя частями региональной элиты. То есть силовая часть региональной элиты, федеральная часть региональной элиты, она очень серьезно конфликтует, сажает, держит в жестком, под жестким контролем собственно региональную часть, региональную элиту. И вот здесь интересно изменение роли губернатора. Губернатор всегда в 90-е годы и в начале нулевых был старшим представителем региональной элиты в центре, был тем, кто доносил до Кремля чаяния региональной элиты. Сегодня роль губернатора и фигура губернатора принципиально иная. Он старший представитель центра в регионе. И в этом смысле Фургал опять-таки выламывался из этой картинки, потому что он стал народным губернатором и, соответственно, стал претендовать на роль представителя региональной элиты, что Кремлю в новой конфигурации совершенно не было нужно. И как раз здесь репрессий полтора-два процента в год, то, что я вам сказал. И здесь мы видим очень серьезную деградацию, деградацию региональной элиты, которая выглядит сегодня гораздо менее способной эффективно управлять в случае ослабевания федерального центра, чем это было в 90-е годы. В 90-е годы власть упала из рук Кремля, но региональные лидеры были сильны и способны этой властью воспользоваться. Если сегодня произойдет нечто подобное, то так уже не получится и придется воспитывать новую региональную элиту. И отсюда мой вывод с одной стороны пессимистический, что в прекрасной России будущего, когда режим придет к своему упадку, а это видимо случится не так уж не скоро, не окажется ни институтов, ни элиты, способной на развалинах старого режима построить что-то приличное, что-то эффективное, новое. Это пессимистический выбор. Оптимизма здесь придает случай как раз того же Фургава, человека, который был частью этой номенклатурной системы, который два года назад почти случайно оказался на посту губернатора. И за два года он переродился. Это с одной стороны привело его в тюрьму, а с другой стороны это дает надежды на то, что формирование новой постпутинской политической элиты произойдет быстрее, не займет так много времени, и в этом смысле мы можем смотреть будущее с оптимизмом. Спасибо. Теперь мы можем перейти к вашим вопросам, моим ответам, и у меня есть, кроме того, что вы сейчас готовы спросить, у меня есть еще список ваших вопросов, присланных по почте. Пожалуйста.